Добрый день, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. Прошло уже полгода с того момента, как я решил заняться изготовлением изделий с кожей в качестве хобби. И именно столько же полгода исполнилось этому каналу. Как там заведено у маленьких детей, день рождения празднуется практически каждый месяц. Для меня этот канал тоже своего рода детишки. Поэтому считаю, что вполне уместно подвести какие-то промежуточные итоги и поделиться с вами своими небольшими знаниями и опытом использования инструмента, который я использовал в своем хобби при работе с кожей. Поэтому видео будет разделено на две части. Первая часть чисто разговорная, кратенько, минут на 40. А во второй части уже обзор инструментов, их оценка. И вот тут, в левом углу будет цифра с минутой, где уже можно будет перейти конкретно к части с обзором инструмента. Это для тех, кто не любит разговорный жанр. Ну а сначала итоги. Итогов не так много, но они важные для меня. Во-первых, занятие кожей мне понравилось. И желание заниматься этим хобби только усиливается. Появилось желание не только повторять своими руками чьи-то работы, но и попробовать разрабатывать свои изделия. Шить свои по своим лекалам. У меня уже была одна попытка сделать такую сумочку для походов на пиво для жены. Вот здесь будет ссылка на это видео. Понимаю, что велосипед трудно изобрести. Скорее всего и мои изделия будут похожи на чьи-то другие. Буду пользоваться некоторыми схожими моментами. Но все равно, мне интересно это попробовать. Я буду этим заниматься. Во-вторых, мне понравилось не только заниматься кожей, но и само ведение YouTube канала. Съемки видео, монтаж и все, что связано с этим. Это заставило меня изучать и сами правила и премудрости видосъемки. Изучать программы для обработки и монтажа видео. Изучать программы для работы с графикой. У меня же не только YouTube канал, но есть каналы в Телеграме и аккаунт в Инстаграме. И даже, прости господи, в ТикТоке. Кроме того, пришлось напрягать свои извилины в смысле оборудования. Мастерской и место для съемки. Освещение, камеры, штативы, жесткие диски, карточки, переходники и так далее. Этим всем заморочиться, но мне это просто все интересно. Ну и в третьих, а может наоборот, скорее даже во-первых, это то, что за полгода мне удалось своим хобби привлечь на канал более 600 людей. И это здорово. Кто-то может сказать, но это всего лишь 600 людей. А я скажу спасибо каждому из вас. Скажу спасибо тем, кто подписался на канал, за то, что смотрите, за то, что даете мне мотивацию и особенно за отдельные и добрые комментарии и советы под каждым из моих видео. Ну и я хотел бы дать совет тем, кто только подумывает или только-только начал заниматься кожей. Пробуйте, дерзайте, не останавливайтесь. Делайте ошибки, учитесь, но не останавливайтесь. Обращайтесь за помощью к более опытным людям. Люди в массе свои добрые и они отзывчивые и они помогут. И просматривая ролики, на которых играючи создаются шедевры в том же самом ютюбе. Не пугайтесь, если у вас что-то не получается. Это интернет. Тут все показывают только свои победы, а свои косяки прячут в неудавшихся дублях. Ну как пример приведу вот это видео. Это видео о том, как я сшил чехол для очков. В самом начале мне естественно нужно было вырезать кусок кожи и этот кусок кожи потом покрасить. И я его покрасил. И вот этот кусок кожи, который я покрасил с самого начала. И когда он начал подсыхать, я увидел там какие-то полоски, разводы, которые мне не сильно понравились. И что я сделал? Правильно, я просто отложил его в сторону, вырезал новый кусок кожи, покрасил его другим способом. Мне понравилось, как это получилось. И естественно в видео, в ролик попал именно тот дубль, в котором та кожа была правильно сшита. Ну вернее правильно покрашена. Поэтому то, что вы видите в роликах мастеров, которые вам показывают все это, как они быстро, красиво, там буквально за 10-15 минут создаются шедевры. Это все так, но не совсем так. Каждый из нас ошибается. И те великие и мастера, которые снимают шикарные ролики, они тоже делают ошибки. Но они просто учатся. Учатся каждый день, каждое изделие им дает что-то, какое-то новое движение вперед, новый опыт. Поэтому тоже не пробуйте, не расстраивайтесь, все получится. У меня получилось, у меня руки абсолютно обе, вот они, обе левые. Поэтому как бы поймите правильно, все у вас получится. Ну а теперь я хотел бы поговорить по поводу инструмента для кожевника. В том смысле, какие реально нужны, без каких вполне можно обойтись и о качестве этого инструмента. Ссылки на те инструменты, которые я могу посоветовать к покупке, я оставлю в описании под видео. Чаще всего я, конечно, покупал инструменты на Алиэкспрессе, но будет ряд ссылок и на европейские магазины, где я это покупал. Может быть не для всех они будут полезны, но тем не менее этот канал смотрят люди из разных стран и поэтому вполне возможно и эти европейские ссылки на европейские магазины кому-либо могут пригодиться. Поэтому переходим на другую локацию и я расскажу свое мнение про те инструменты, которые действительно мне понравилось, с которыми работать, которые мне нужны в моей работе. И вот такого вот набора, по мнению некоторых комментаторов в интернете, необходимы и достаточно для того, чтобы заниматься кожевническим делом. Даже под моими видео встречались такие же комментарии, когда было сказано, что в наши времена вот наши деды без пробойников, без там хитрых ножей, без хитрого там оборудования шили замечательные изделия. Это правда? Да, это правда. С помощью шила, двух иголок и ножа вполне возможно обработать кожу, сделать, сшить и получится вполне себе, наверное, приличное какое-то изделие. Но есть один нюанс. Почему-то эти комментаторы пишут эти все комментарии в интернетах при помощи телефона, при помощи компьютера, используя какие-то современные достижения цивилизации. Ну и почему же мы, кто занимается этим кожевиным ремеслом, должны оставаться на том же самом уровне, на котором находились наши деды? С помощью шила, иголок и ножей продолжать шить. Да, можно, но хочется ли нам этого делать? Скорее всего, нет. Так как это для многих это хобби, для некоторых это способ заработка. И в этом деле каждый из нас хочет, и профессионалы, и любители хотят найти какую-то отдушину, какое-то удобство в этой работе. Профессионалам нужна скорость, нужно качество и скорость. Любителям скорость может быть не столько важна, но вот удобство и получение удовольствия от тем, чем занимаешься, это важно, как для меня. Поэтому и то оборудование, которое используем мы для шитья, должно все-таки соответствовать современным реалиям, тому времени, в котором мы живем. Поэтому, да, это хорошо, да, это должно быть обязательно, и шило, и иголки, и ножи у каждого кожевеника. Ну и к нему необходимо все-таки, на мой вкус, хотелось бы добавить еще некоторые изделия, некоторые инструменты. Вот об этих инструментах мне и хотелось бы с вами поговорить. Итак, у вас есть большой кусок кожи, и от этого большого куска кожи вам нужно отрезать кусок поменьше. Для этого необходимо использовать ножи. Ножей у меня есть вот такое вот количество, и практически каждый из них я в той или иной ситуации использую. Чаще всего, конечно, использую вот этот ножик и, наверное, вот этот нож. Остальные уже поменьше. Значит, для чего я использую, начну, допустим, с такого вот ножа, это кольцевой нож, который режет вот этим режущим колечком. Я его использую как раз для того, когда нужно отрезать от большого куска кожи кусочек кожи поменьше. Этим довольно удобно. Он удобно управляется и просто одним движением вот так вот прорезает кожу. Необходимый этот нож для каждого, скорее всего, нет. Эту же операцию можно сделать любым другим ножом, но просто он у меня уже был, поэтому я его специально не покупал. Ну, в принципе, нож удобный для вот такого вот, вот такого вида работ. Это нож пригодится. Его использовать можно, но, опять же, по желанию, не необходимый. Дальше два похожих ножа. Это нож, который, как называют, строительный нож, который отламываются кусочки. К нему идут такого типа лезвия, там 18 миллиметров, 16, 20, там, не знаю, они разные толщины есть. В принципе, у них у всех одинаковый. Это довольно острый нож. И его очень легко сделать острым, просто отломить кусочек ножа. Удобно, но не совсем. Я его практически, вот именно этот нож, я практически переспал использовать. Он мне, вроде бы, как даже перестал быть нужным. Потому что его я больше, скорее, заменил вот на этот нож. Он имеет вот такие вот лезвия, угловые. И мне он показался чуть более удобный в работе. Этим ножом я делаю какие-то грубые отрезы. И этим ножом я режу бумагу. Его не жалко, просто бумага, он быстро тупится. И еще одно изделие, которое, раз уже мы говорим про ножи, я покажу вот такую дощечку. Что это такое? Это просто кусок доски, на которой приклеена кожа, обратной стороной. И нанесена на эту кожу паста Гои. Этому кусочку пасты Гои я не знаю, сколько точно, но я его еще помню с детства. То есть ему там уже за 40 лет глубоко-глубоко, там под 50, наверное. Поэтому вот, и он, может быть, был за все это время чуть-чуть больше. Так что такого кусочка хватит вам на всю жизнь. Эта паста Гои наносится на эту кожу. И потом любой режущий инструмент на этом куске кожи можно чуть-чуть подправить. Даже вот эти ножи, если хотите чуть-чуть сэкономить на лезвиях, вполне реально вот такими вот движениями подправить. И вот буквально 5-10 таких вот движений этот нож еще может порезать там десяток, два-три десятка резов по бумаге, допустим. Этого будет достаточно. Есть у меня еще в хозяйстве вот такой вот нож, шорный нож от фирмы Вута. В принципе, хороший нож, мне он понравился. Реже резать им удобно. Им можно резать и прямые линии. Но его чаще всего я использую, когда нужно мне отрезать какие-то такие вот закругления по краю, какой-то радиус. Вот так вот сделать. И делать это им очень удобно. Второе, для чего его можно использовать, это я использую для как бы срезания толщины кожи в каких-то небольших таких вот местах. В принципе, довольно удобно и если у вас нет французского ножа, этот нож тоже может быть как выход. Этот нож я тоже отправлю на вот этой доске, но у меня есть еще такая тележка для заточки лезвия, допустим, для рубанков. И очень замечательно этой тележкой тоже вот таким образом десяток раз провез, протянул и этот нож становится острым. Потому что изначально этот нож пришел, он хоть и острый был, но недостаточный, как мне показалось. Поэтому я его на этой тележке, она сохраняет, тележка сделана таким образом, что она сохраняет вот этот угол, заданный угол, который нужен. Если у вас руки кривые, как у меня, то это вполне вам, такая тележка вам поможет. Ну, а так этот нож вполне хорошо и для таких вот. Вот видите, он чуть-чуть, буквально пару раз подправил и уже вообще практически не прикладывая усилия этот нож режет. Так что такой нож, да, я бы советовал тоже прикупить. В принципе, хороший нож, мне он понравился. Им можно работать. Ну и самое главное, звезда моей коллекции, так скажем, это вот этот нож. Этот нож я купил, наверное, одним из самых первых. Тоже увидел в интернете на него какие-то обзоры. Нож фирмы SDI. И к нему в наборе будет сам нож и вот две таких коробочки с лезвиями. По-моему, здесь по 10 штук лезвий. Чем он замечательный, этот нож? Потому что я его, наверное, хвалю практически в каждом своем видео, но реально есть за что его похвалить. Он отличается даже от такого типа ножей. В принципе, это такой же тип, когда отламывается кусочек. Это лезвие, в котором есть, если вы заметите, такие острые, само лезвие, острый уголок. И он под большим углом только отламывается. Если посмотрите, два разных, здесь градусов 30, здесь, наверное, градусов 45 или 40, а здесь градусов 30. Наверное, может быть, на коробке там будет более точное. Но это не суть важно. Самое главное, что он острый. И второй момент, да, может быть, даже и первый момент, у него конструкция сделана таким образом, что вот этот носик, вот это место, вот оно шевелится, оно вот этим рычажком зажимается. И когда вы высовываете этот нож, вот немножко высунуло на последнюю это звено, на последний этот кусочек лезвия, зажал его, и получается, что это лезвие, оно стоит, ну, монументально стоит, то есть оно уже никуда не денется. В отличие от этого ножа, потому что этот нож, когда высовываете, у вас лезвие, вот оно, слышите? И это лезвие, оно просто тупо, ну, немножко неровно держится, немножко играет в плоскости, и когда вы хотите вырезать более какие-то точные моменты, это лезвие. И можно сказать, что нельзя этим резать, можно, но просто более удобно резать такого типа ножей. У него, если и играет, то только за счет вылета этого носика само лезвие. Но вот лезвие, как целая эта пластинка, она зажимается этим носиком и стоит практически железно. Поэтому им все вот эти фигурные какие-то вырезания, полукруги и так далее, делаются просто замечательно. То есть самое главное, вот со всех изделий, которые у меня есть, со всех инструментов, я считаю, что вот этот нож, это просто обязательно must have в каждого человека, который занимается какой-то такой работой. С кожей, не с кожей. Вот моделисты, я думаю, и моделистам он подходит. Это очень удобный нож. Расход лезвий минимальный, не знаю, может быть, два-три раза за все эти полгода я отломал этот носик. Опять же, его можно и чуть-чуть подвести на куски кожи с пасты Гои. Но вот этот нож просто замечательный и можно резать как угодно. Практически любую толщину, с которой я работал, я работал с кожей до 4-5 миллиметров, он прорезает практически за один раз. Вообще идеальная вещь для кожевинника, я считаю. Очень удобный и в руке лежит удобный, и резать его и так можно, и так любым хватом. То есть, этот нож обязательно иметь каждому, скажем так. Ссылка там, где на все магазины, где покупал свои инструменты, будут внизу под видео. Во время видео я буду, наверное, титрами давать примерную цену. Цену буду давать в евро. Я сейчас из головы не помню цену каждого инструмента, но на видео обязательно дам цену на инструмент, о котором рассказываю. А внизу под видео будут ссылки на магазины, в которых я брал, из которых этот инструмент до меня доехал. Так что, в принципе, те магазины я вам могу посоветовать. Далее, для того, чтобы, когда у вас уже кожа вырезана, вы будете это изделие каким-то образом сшивать. Для того, чтобы сшивать изделие, вам будут потребуются иголки. У меня есть различные иголки. Первые, которые я купил у себя здесь, в Чехии, в магазине, это вот такие вот иголки. Они специальные кожевины с затупленным носиком. Ну, они немножко толстые, длинные и толстые. Длинные, в принципе, длина не так страшная, даже где-то иногда удобно бывает. Но они немножко толстоватые, как для меня. Не знаю, что это за иголки. Просто ноу-нем, как первые попавшиеся, самые дешевые. Я купил их, вот четыре иголки, для того, чтобы просто попробовать, что такое кожевина, чем как-то заниматься кожей. Потом я купил набор иголки Джеймс Джон. 25, по-моему, иголок номер 4, если мне память не изменяет. Опять же, ссылка будет. Это вот такие вот иголочки. Они сантиметров сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять. 5 сантиметров длиной. Они тонкие, большое ушко, удобные в работе. Просто, опять же, советую. Замечательные иголки. Именно их 25 штук, наверное, на всю жизнь, наверное, хватит. Ну и еще, если видите, у меня есть иголки в наборе. Это обычные цыганские, такие, как называемые, большие иголки, которые я отжал у жены. Но они не кожевины. Это обычные иголки с острым носиком. Эти иголки я использую только для того, когда нужно собирать изделие, когда оно склеено, пробитое отверстие. Я просто эти иголки длинные использую как направляющие. Вот я использую эти иголки и вот эти вот длинные кожевинные иголки. На них удобно собирать изделие. Далее. Далее это какой-то инструмент измерительный, так скажем, инструмент, при помощи которого вы будете работать с кожей, отрезать ее и делать какие-то вычисления, размеры и так далее. Это линейки. Линейки и уголки. Линеек много не бывает. Я сейчас на столе покажу вам только 15-сантиметровую и 30-сантиметровую. Еще у меня есть полуметровая линейка и метровая линейка. И даже та метровая линейка мне уже пригождалась, когда я резал от большого длинного куска кожи, отрезал лямку для сумочки. Естественно, я использовал ту большую метровую линейку. Ссылки будут в описании. Ну, они просто металлические. Мне эти линейки понравились. Недавно прикупил себе такой угольник, тоже из нержавеющей стали. Несколько раз его использовал. В принципе, удобная вещь. То есть, вот эти вещи я советую. Кроме того, видите, у меня на столе 2 таких вот каких-то 2 алюминиевых угольничка. Они имеют разметку, но здесь разметка не столь важна. Некоторых кожевников я видел способ отрезания, работы с кожей, когда используются вот такие вот уголки, чтобы, допустим, отрезал одну сторону ровно, приложил к уголку, положил его здесь вот так, уголок, и быстренько там очертил, либо держишь, перебросил, как-то вот так вот сделал и режешь здесь. То есть, этот способ, это тоже вот вещь, хотя она немножко для другого используется. Это просто кусочек полосы, который я использую, я его сошлифовал, использую как ровный кусок железа, которым, опять же, можно поставить вот так, можно поставить сюда как-то кожу, уголок поставить так, уголок поставить так, и вот в этом месте, если я положу его потом вот так, я знаю, что вот эта линия будет четко перпендикулярна этой линии. То есть, я не заморачиваюсь с помощью угольника, не совсем это, не всегда это удобно, а вот с помощью вот таких вот вещей, есть, посмотрите, поищите ссылки на, это американские кожевники, довольно часто такие вот вещи используют, очень быстро, очень интересно, мне понравилось, я буду пробовать таким образом работать именно при раскрое кожи. Следующий инструмент – это шило. Шило – это обязательный инструмент для кожевника, их много не бывает, как-то встретил рекламу на Алиэкспрессе, вот такие вот, такой вот набор шил, довольно дешевый был, вот здесь есть еще какой-то такой специальной иголкой для шитья кожи через проколы, его я не использую, все вот этих три шила, в принципе, я использую в своей работе, они маленькие, ну, в принципе, у меня рука небольшая, для меня это удобно, какой я схватил, тему использую, и для разметки, и для прокалывания, и докалывания, немножко разные по толщине, в разных случаях их удобно использовать, так что шило, вот этот набор, в принципе, свои функции выполняет без проблем, его могу посоветовать к покупке. Пробойники – это следующий инструмент, который я считаю необходимым иметь каждому из тех, кто занимается кожей, хотя и люди говорят, мы и вилкой проколем, и шило им проколем, да, можно делать и вилкой, и шилом, и чем угодно, но зачем себя мучить, если есть в продаже такие пробойники, замечательные вещи, которые удобны в работе. Спорить про вид самих этих иголок, они бывают различные, вот такие ромбовидные, высечные, круглые, есть как шило, есть как французский шов, ромбики, разный вид, на вкус и цвет товарища нет, это все дело вкуса, и каждый из себя будет выбирать то, что ему необходимо, то, что ему нравится. Многие говорят, что вот такие вот ромбовидные использовать, никто их не использует, это все барахло, вот эти круглые тоже барахло, только французский шов, у меня, кстати, французского нет, я не покупал еще, но скорее всего, когда-то куплю, да, пускай будет, я считаю, что не надо говорить, что что-то лучше, что-то хуже, это вопрос о том, что как нравится, мне нравятся, допустим, круглые дырки, вот нравится все, когда нет у меня круглых, допустим, у меня из круглого пробойника только вот такой 5-миллиметровый, но мне нужно сделать 4-миллиметровый шов, я, даже если бы мне хотелось быть круглый, я использую 4-метровый пробойник от фирмы ВУТА, без проблем, и с ним можно работать, единственный нюанс, в одном из видео я говорил, вот этот вот набор был купленный мной самый первый, это 5-миллиметровый пробойник, ромбовидный, я его покупал здесь в Чехии, и я столкнулся с проблемой, когда пробойник из одного набора, но имеет разное расстояние между иголками, то есть оно не соответствует, вот этот шестерной, шестиигольчатый, четырехигольчатый не соответствует размерам, то есть он чуть-чуть больше, поэтому я вам советую, когда вы покупали набор, проверьте, вот если особенно дешевые какие-то наборы, чтобы оно четко соответствовало, то есть этот набор чуть-чуть отличается, я поэтому могу использовать вот так вот, 1, 2, 6, а четырехигольчатый не использую, потому что у него расстояние между иголками не соответствует из этого набора, не знаю почему, буквально на чуть-чуть, но естественно будут отличаться расстояния, поэтому проверьте, и когда проверить, можно использовать, у меня есть 5 мм, 4 мм, и 5-миллиметровый набор круглых высечников. Все могу советовать, только проверяйте вот такие вещи. У меня пока ничего не ломалось от фирмы Вута. Шикарные инструменты. Этот какой-то ноунейм тоже работает, свои функции выполняет. Ссылки будут в описании. Молотки. Для того, чтобы работать с пробойниками или высечниками, необходимо иметь ударный инструмент. Чем это будет работать? Естественно, изначально я попробовал несколько изделий сшить при помощи молотка. Вот такого обычного икеевского, который чуть-чуть я загладил, здесь зашлифовал, чтобы он, если работаешь по коже, не оставлял следов. Но когда работаешь с пробойниками, очень быстро этот пробойник может прийти в негодность. И вот это место будет разбито, если бить его металлическим молотком. Поэтому для работы с пробойниками желательно использовать молотки либо с пластиковой головкой, либо, вот как у меня, обычный резиновый строительный молоток. Видите, он уже имеет следы выработки, но тем не менее, абсолютно без проблем этим молотком очень удобно работать. Я купил какой-то просто удобный для того, чтобы мне в руке так вот держалось. Молоток резиновый обязательно, металлический, по желанию, для каких-то изделий. Я вот еще маленький, какой-то старенький, на барахолке купил. Опять же, он выглядит непрезентабельно, но я вот эту рабочую плоскость сошлифовал. Иногда отстучать кожу необходимо, поэтому работает с этим молотком вполне удобно. По коже и там что-то постучать. То есть различных размеров эти молоточки, я думаю, нужно иметь в хозяйстве. Для того, чтобы работать с кожей и устанавливать, допустим, какие-то кнопки, люверсы и так далее, необходимы висечники круглых отверстий с кожей. Я прикупил себе вот такой набор. Стоил он недорого. Была какая-то скидка на алиэкспресс. Ссылка будет в описании. Свои функции выполняет. Отверстия здесь, в этом наборе мне понравилось, что практически от миллиметра аж до... сколько здесь... до 11 миллиметров. Я еще всеми даже не пользовался. Может быть, 3-4 пробойника из всего этого набора всего лишь использовал. Кстати, если вы будете покупать наборы для установки фурнитуры, то обычно в тех наборах идут уже пробойники. Там 2-3 миллиметра или полтора миллиметра. Они идут в наборе. Поэтому это не набор первичной необходимости. Ну, в принципе, была скидка. Купил, пользовался довольно острый. Заточку держит. Для бытового использования, я считаю, набор хороший. Покупать можно. Крейзер. Этот инструмент используется для того, чтобы на крае кожи делать такую красивую дорожку. Это, считай, ну, можно считать отделочный какой-то такой инструмент. Элемент декора на коже. Ну, я купил вот такой миллиметровый. Хотя заказывал полутора миллиметровый. Пришел мне миллиметровый. Что могу сказать? А ничего не могу сказать. Наверное, он свою функцию выполняет, но у меня настолько кривые руки, что я просто им пока не научился работать. То есть, у меня не сложилось никаких отношений с этим крейзером. Я не научился пока им работать хорошо. Поэтому не посоветовать, не могу. Это чисто мое внутреннее такое. Я не умею им работать. Буду пробовать, буду пытаться, чтобы изделия выглядели более интересно. Но это просто, просто нужно научиться им работать. Поэтому ссылку я дам. Ну, крейзер и крейзер, кусок железки, какой-то размер и так далее. Но я им работать не умею. Не считая, что это очень необходимо. Это нужно покупать прямо вот бегом и сейчас. Не обязательно. А вот что обязательно, я считаю, для того, чтобы изделия выглядели хорошо и прилично. Это вот такие кромкорезы, торцбиллы так еще называют. Они бывают разных видов. Вот такой вид, вот такой вид какой-то. Разных размеров. Первое, что я хочу сказать. Покупайте вот такой инструмент. Обязательно не дешевый, не самый дешевый, скажем так. Чуть-чуть подороже, более качественно. Потому что первым я купил вот такой инструмент в Чехии, в магазине. И он настолько тупой. И мне его так и не получилось привести в чувство, что он до сих пор, я не знаю, он режет или нет. Вот что-то такое вот. Но скорее скребет эту кожу, но не режет. Я реально не смог его нормально затащить. То есть, вот этот инструмент, он меня вывел, я реально не советую. Тот магазин, где я покупал, он стоил какие-то, на Алиэкспрессе вообще там за пару копеек продается, но я его не советую. Уже вот в магазине, в котором, вот ссылка будет в описании, я купил два вот таких кромкореза, номер два и номер четыре. Номер два это снимает более такую, для толстой кожи. А номер четыре, я считаю, это, по-моему, 0,7 миллиметра. Вот самый ходовой, я им больше всего пользуюсь. Очень удобная вещь, очень качественная, особенно, когда подточишь его. То есть, он просто работает замечательно. Вот его советую. И он довольно качественно, хорошо режет. Но он режет, опять же, если его немножко привозить в чувство. Приводить чувство опять вот на этой досточке. То есть, на этой досточке я сделал вот такую кромку. И перед тем, как работать, я буду работать с кромкорезом, я просто беру вот так вот 10 раз так вот провожу по этому куску кожи, подправляю режущую кромку. И после того, как я вот 10 раз вот так вот сделаю, кромкорез начинает резать просто замечательно. И никогда не бывает проблем для того, чтобы сделать, здесь просто кожа не обрезана ровно. Для того, чтобы она хорошо, кромкорез работал, кожа должна быть вот так вот обрезана. И поэтому, вот видите, и все. Замечательно работает, держит остроту, чуть-чуть подправить его. И рабочая вот эта кромочка срезается. Срезается аккуратно, все очень хорошо. То есть, вот такой, не очень дорогой, кстати, бывают инструменты подороже от той же самой Вуты. Ну, вот ссылку на магазин я дам. В принципе, меня качество устраивает. После подправки на кожу с пастой Гои замечательно работает. Могу советовать покупке. Наждачная бумага. После того, как вы обрабатываете кромку, обработали ее кромкорезом, торцбилом, край удобно зашлифовать наждачной бумагой. Можно использовать, как я изначально использовал брусок. Кусок наждачной бумаги каких-то размеров, там от 120-го, от 80-го до, у меня, по-моему, где-то тысячная бумажка. Опытом, просто чисто опытом, сами поймете, какой вам размер нужен для того, чтобы хорошо обработать этот край, урез. То есть, такой можно купить наждачную бумагу в виде вот таких поролоновых губок. Тоже довольно удобно. На них всегда написано гридно 150-180 я использую для грубой обработки торцов. А потом, чтобы зачистить, я купил еще вот такой держатель наждачной бумаги. И тоже удобная вещь. То есть, им зашлифовать прямо-таки вот для зеркального блеска тысячной бумажкой, наждачной бумажкой. Замечательно это делается, кромка становится гладкой. И после этого можно наносить какую-то, типа, токанул или краску для урезов, там, и так далее. То есть, удобная вещь. Вот этот вот держатель, тоже на него ссылка будет. Эти наждачки, они продаются в любом строительном магазине. Губка, удобно. То есть, вот таким способом я обрабатываю края урезов. Выжигательный набор. Да, это совсем необязательный инструмент у кожевника. Ну, вот у меня он просто был, и поэтому он мне пригождается в моменте, когда у вас есть какое-то либо изделие, и вы хотите закончить шов не снаружи, и потом прижигать его, чтобы здесь оставалось такое место прижога. А хотите его закончить где-то там в кармашке, вот там внутри, и там уже зажигалкой не совсем удобно туда по льде прижечь нитку. Поэтому я использую обычный вот такой выжигатель. Открыл, и выжигателем в том месте чуть-чуть прижег эту нитку. Очень удобно. Ну, необходимо покупать? Нет, наверняка не необходимо, но просто если он есть в хозяйстве, как такой совет, примите на вооружение. Удобная вещь именно работать. Но для прижигания используют обычно обычные зажигалки, но опять же есть нюанс. Есть обычные зажигалки вот такого типа, а есть вот такие турбированные. Но с турбированной будьте осторожны, потому что ей нужно приловчиться работать. Я, допустим, несколько раз этот турбированный чуть не испортил изделие, не поджег кожу, потому что там у нее этот огонек очень сильный, очень далеко летит и может испорчить кожу. Управление вот этим огоньком более удобно и поджигать, наверно, более удобно. То есть будьте осторожны с турбированной разжигалками. Высекатели углов. Когда вы работаете с кожей, изделия часто имеют вот такой какой-то угол. Его можно вырезать и ножом, без проблем. Это не обязательная вещь. Ну, удобная в хозяйстве. Я покупал вот такой набор. Ну, качество у него очень-очень фиговенькое. Может быть, можно его довести. Я вот чисто покупал из-за того, что он полукругой такие имеет. Я думаю, пару высеканий они, естественно, выдержат. Можно будет там над филечком с ними поработать, довести до ума. Ну, еще раз говорю, как профессиональный инструмент, вряд ли, как любительский, вполне пойдет этот набор. А вот что мне более понравилось, это вот такой набор. Ссылка будет в описании. Очень удобная вещь. Различные есть здесь полукруги, диаметры. Я их для удобства... Они, кстати, здесь не подписаны, по-моему. Я их просто для удобства подписал фломастером, что там 14 миллиметров, 18 и так далее. И когда вам нужно обработать какой-то вот этот уголок каким-либо радиусом, допустим, таким, очень удобно это делать. Вот таким образом поставил, здесь подровнял, раз и одним движением у вас получился какой-то кругленький срез. То есть это более такое быстрое, экономит вам время и удобство, в принципе, есть удобство работы с такими вещами, с такими висечниками. Даже можно без молотка, в принципе, это все руками. Такие вот 2-3 миллиметровую кожу вполне удобно этими висечниками обрабатывать. То есть вот этот набор вполне рекомендую к покупке. Удобная вещь. Я им частенько пользуюсь. Следующий инструмент это кронциркуль. Кронциркуль, опять же, без него можно обойтись, но удобство, когда работаешь с кожей, он приносит. Поэтому я его прикупил. Может быть это было не самой первой покупкой, но тем не менее я его купил и часто использую в работе. Для чего он нужен? Он нужен для разметки. Когда вам нужно отметить расстояние, одинаковое расстояние от края кожи, допустим, для того, когда вы будете высекателем проходить, чтобы не рисовать по коже, то вы можете этим кронциркулем просто сделать такую полосочку и далее высекателем по этой полосочке будете уже высекать отверстие. То есть этот инструмент для разметки. Они бывают разных размеров, разные конструкции. У меня вот такой. Ссылка будет в описании. Свою функцию он выполняет. Следующий инструмент шрафователь или французский резак. Этот инструмент необходим для того, чтобы вам делать какие-либо дорожки, либо когда толщина кожи вам не подходит немножко по размерам и в каких-то местах его нужно вот так вот спустить, сделать кожу тоньше. То есть этот инструмент удобный. Опять же советую бы конечно покупать чуть-чуть дороже, чем у меня, потому что у меня довольно дешевый, но опять на выручку приходит моя волшебная дощечка с пастой гой, на которой наклеена кусочек кожи, который входит вот сюда вот размер. И таким же образом я его чуть-чуть вот так вот подправляю на этой дощечке. И после этого он вполне прилично начинает резать кожу. Вот таким образом. Эту кожу можно таким образом спускать, делать тоньше. Я его использовал, в принципе могу советовать к покупке. Я ссылку дам, ну конечно лучше купить и чуть дороже, чтобы была понятна какая какая-нибудь понятная на марка стали, которую будет держать заточку. Это не совсем качественный, ну или опять же я не часто этим пользуюсь. С помощью посты гой и кожи я его подвожу, когда мне надо для работы. И для меня он в принципе хватает. Я не так часто использую вот этот маневр, когда нужно спустить кожу. Следующий инструмент это сликер. Когда сликер используется для того, чтобы загладить урез, урез кожи. Вот вы его обработали, вот вы обработали урез кожи, срезали его кормкорезом, зашлифовали его наждачной бумажкой, пропитали его, может быть, его какой-то пенетрацией и потом наносите что-либо, например, вот таканола. Таканола это такая жидкость, которая пропитывает край кожи и зашлифовывает его, делает этот край, урез очень гладким. Обязательно ли таканола? Не обязательно. Используют в интернете очень много информации, как использовать обычный крем-циклей и многие другие химические какие-то вещи, более дешевые, но я не знаю, я могу себе купить позволить этот таканола, поэтому я не заморачиваюсь, покупаю таканолы и работаю с ним удобно, качественно. Но для этого нужно, для того чтобы заглаживать, нужно такой инструмент как с кликер. Они бывают вот такие вот ручные, есть еще насадка на дремеле, либо на дрель. Принцип тот же самый, только со шпеньком, который зажимается в цангу. Первый я купил себе вот такой и опять же купил самый дешевый, который был. Вот если заметите, вот здесь вот уже пошла трещина, то есть качественно он сделал наверное из бука, судя по всему. Это обычное дерево, но он твердый называется, но обычное дерево. Я там здесь уже треснул и я быстренько-быстренько, после того как увидел, что это трещина, неизвестно сколько он протянет, заказал и купил себе вот такого-то из черного, вернее из красного или черного дерева. Эбеново, не знаю как оно называется правильно. Вот такой набор. Большой сликер, маленький сликер. Это замечательная вещь, могу советовать обязательно для того, кто хочет получить красивый урез, различной толщины кожи, различные выемки здесь есть. Вот этот инструмент могу советовать обязательно покупке по той ссылке, что я вам дам внизу под описанием видео. Там можно будет это все дело посмотреть. Удобная вещь, покупайте, она вам пригодится. Далее, когда вы обрабатываете урез, урез может быть, как я уже чуть раньше сказал, можно обработать при помощи токанолы, когда он будет гладкий и естественный цвет иметь, а можно его и покрасить, то есть не нанести на урез краску. Да, можно наносить на урез краску и шилом, просто макаете шилом и капелькой красите. Я красил, получается в принципе без проблем. Я решил попробовать купить вот такой ролик, именно скошены они бывают ровные, скошены разные конструкции и в принципе красить этим роликом довольно удобно. Берете и макаете в краску, краска в этих выемках остается и она красивенько так вот на кожу укладывается ровной полосой. И шила можно, и так можно, можно и пальцем, можно и губкой, как угодно можно. Но я попробовал вот этим роликом, мне понравилось, это рабочий вариант. В принципе, кто урезы хочет красить именно краской для урезов, то могу посоветовать вот такой вот ролик к покупке. Бормашина. Не обязательная к покупке инструмент, но она просто опять же у меня была. Бормашина для чего используется, опять же для обработки урезов. Очень удобно, когда вы имеете кожу, просто не вручную проходить наждачкой. А вот если у вас совсем грубо еще, когда кожа склеилась, сшилась и слои кожи немножко расходятся, допустим, как-то вот таким образом, там не знаю, пол миллиметра, там миллиметр торчит кожа и вот это вот обрабатывать вручную, допустим, это не совсем удобно. Долгое время занимает. Поэтому бормашинкой довольно удобно, быстро можно все это дело обработать. Не обязательно покупки. У меня машинка была, она вот с такой шлангом, грубо говоря, удлинителем. Она без него может быть с ним, опять же, это неважно, просто у меня так сделано. И для удобства я ее частенько использую. Скрепки-зажимы. Значит, когда вы собираете изделие для того, чтобы склеить его каким-то образом, это изделие вы склеили, для того, чтобы его подержать под давлением каким-то, я использую такие скрепки. Купил себе разный набор различных размеров, поменьше, побольше, вот эти чаще всего использую. Сделал такую кожаную прокладку, чтобы не портить изделие. В принципе, можно кожаной прокладкой, можно также, я использовал вот такие вот палочки для мороженого, через них зажимать. Это уже чисто на вас, как кто захочет, так и действует. Удобная вещь, такой маленький лайфхак позволяет вам прижимать изделие более плотнее в каждом участке этой кожи. Так что такие кнопки, купить они копейки стоят в любом канцелярском магазине, думаю, есть. Набор для установки фурнитуры. Я покупаю фурнитуру пока только одного производителя. Это наш чешский производитель Кахинор. У него в тех комплектах, которые я покупаю в коробочках, есть прямо-таки внутри в этой коробочке, в каждой, есть вот такой набор для установки. Там есть все для того, чтобы сделать отверстие, и пробить, и поставить кнопки, и так далее, все что угодно. Все это есть в наборе. Но если у вас этого нет в наборе, вот такой набор был куплен отдельно для установки. В принципе, довольно качественный, свою функцию выполняет, устанавливает, и покупки могу, в принципе, советовать. Как ими работать, инструкций в интернете очень много, и в каждом видео практически это видно. Ничего сложного в этом нет. Набор нормальный, покупать можно. Теперь хотел бы поговорить немножко не столько об инструментах, а сколько о каких-то химических средствах, о коже и так далее. Что я использую? В своей работе я использую краску Febens. По-моему, это американская краска. Она, вот это именно, именно это на спиртовой основе. Красится удобно, нормально, мне нравится. В принципе, вопросов к этому никаких у меня нету. И вот такая вот краска Giordini, по-моему, если правильно произношу. Может быть, итальянская, судя по названию. Да, итальянская написана Италия. Это краска для урезов. Она более густая, немножко другой консистенции, другой состав. Удобная краска, с ней удобно работать. Уреза получается замечательный. Где я покупаю эту краску, я ссылки дам, но это европейские магазины. Я думаю, они сейчас и в ваших странах, там, это известные марки, и они практически, наверное, в каждой стране имеют свои представительства или кто-либо заводит эти краски в ваши страны. Поэтому проблемы, думаю, с этим не будет. Их существуют и другие. Я знаю много других красок, но у меня не такое большое производство, поэтому краски у меня кончаются нечасто. И менять краски, и испытывать их, у меня просто не было ни возможности, ни пока необходимости. Для покраски кожи я использовал две вещи. Первое, вот такие вот тампоны, которые фирмы, по-моему, даже от Вуты. Шерстяные такие валики, которые макаешь в краску и наносится на кожу. В принципе, вещь удобная, но у меня почему-то не получилось. Как я вот уже в начале видео говорил, при покраске большой площади, большого куска кожи, у меня как-то неудобно ими получалось, большие разводы оставались. Вот маленькие такие куски красить удобно, большие у меня не получилось. Но что у меня получилось замечательно красить большие куски кожи, это вот такой обычной губкой. Отрезаешь нужный необходимый кусочек и очень хорошо прокрашивается кожа. Не знаю, у меня получается и губкой не хуже, чем такими тампонами. Ссылки на эти шарики шерстяные я дам, они будут внизу в описании. Для работы с кожей, кроме всего прочего используется клей. Я использую такой клей EcoStick 1816B. Покупал где-то, даже не помню в каком магазине, но тоже в каком-то европейском интернет-магазине. Мне нравится, как с ним работать, удобный. Второй клей, который я использую, это клей, я не знаю даже его марки, вот он мне в такой баночке пришел, просто в белой. Назовем его клей-момент. Все знают, что такое клей-момент. Вот у него принцип работы, консистенция и пахнет, как клей-момент. Поэтому вот что-то типа такого контактного клея. И тот и другой, в разных ситуациях по-разному можно использовать, но чаще я использую клей EcoStick. Для обработки урезов, как я и говорю, я использую токанола. И для того, чтобы работать с клеем и токанола, я купил вот такие вот баночки, дозаторы с металлическим носиком, который закрывается колпачком. Очень удобная вещь, ссылку я дам в описании, только смотрите, внимательно читайте описание к лотам. Потому что я купил, получается, я хотел купить три штуки, но я и купил три штуки, только в каждом штуке эта штука, это в данном случае был набор из пяти баночек, поэтому я купил 15 баночек, хотя хотел купить три. То есть там цена была за пять баночек, то есть она какие-то копейки, эти пластиковые дозаторы, это 50 миллилитров. Тоже, кстати, немаловажный вопрос. Вот моя рука средний размеров, вот там, не знаю, можете сверху посмотреть, размеры в сантиметрах. Что такое 50 миллиметров? Потому что когда выбираешь что-либо на интернете, там смотришь, там миллилитры написано, и ты не понимаешь много это или мало это. Ну вот 50, я их так методом тыка выбрал, в принципе мне удобно, 50 миллилитров баночка, как раз удобная для работы. Ну и последнее, это кожа, может быть даже это первое, в принципе, должна быть, ну я наконец оставил, кожа индивидуальная вещь, кому-то нравится кожа растительного удубления, кому-то нравится кожа хрома удубления, смешанного, не знаю, разные кожи существуют, разных животных и так далее. Здесь холивары разводить не будем, я работаю только с кожей растительного удубления. Почему, не знаю, мне так понравилось, она начал, мне с ней удобно работать. Я покупаю кожу в интернет магазине в Европе, в Италии, вот эта итальянская кожа кусочек, в Италии, в Прибалтике, в одной из балтийских стран, в Хорватии, по-моему, кожу покупаю, ссылки в моих роликах, ссылки я обычно даю, или описание кожи, с которой работаю, с покрашенной, с не покрашенной кожей. В принципе, это методом, опять же, проб и ошибок. Сами попробуйте, выберите ту кожу, которая вам понравится и будете покупать, скорее всего, в тех магазинах, которые вам доступны в вашем регионе, чтобы не переплачивать за доставку. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Это видео, может быть, получилось немножко длинным, но, тем не менее, я постарался рассказать о всех своих каких-то итогах, подвел небольшие итоги своей деятельности за полгода, рассказал о тех инструментах, оборудовании, с которым я работаю и как мне с ним работается. И хочу сказать, еще раз повторится, наверное, уже повторюсь, но мне понравилось это занятие кожей. Советую его всем, кому нравится работать своими руками, попробуйте, обязательно получится. Только постарайтесь, по возможности, опять же, по возможности, покупать лучше сразу инструмент более хорошего качества, чем дважды покупать. Сначала дешевый, совсем-совсем дешевый плохой инструмент, потом плеваться с этого, бросить-забросить это занятие, потому что многие вещи именно так и работают. Купишь плохой инструмент, тебе не понравится и тебе не нравится работать, но ты не понимаешь, как будет, когда ты купишь хороший инструмент, как будет работать с хорошим инструментом. Поэтому, все-таки, если есть какая возможность, пусть инструмент будет сразу хорошего качества, хотя бы неплохого, среднего какого-то. У меня нету в обзорах, здесь не было в обзоре каких-то дорогих вещей, очень дорогих. Это все среднего качества. Инструменты куплены на алиэкспресс, вполне доступны многим людям. И, в принципе, что в конце хотелось бы сказать. Близятся праздники, Рождество, Новый год, Православное Рождество. Поэтому всех нас я хотел бы поздравить с этими праздниками приближающимися. Пусть у всех в этом наступающем Новом году, в рождественские праздники, будет хорошее настроение. Будьте все здоровыми. Пусть у вас все получается. Пусть у вас будет в жизни побольше радости, заботы куда-то уходят. Хобби, кожевенная работа с кожей, помогает немножко даже где-то забыться от проблем, которые в жизни существуют. Поэтому могу посоветовать его и для этой, как причину заняться этим. И пусть у всех все будет в этой жизни хорошо. Всего вам хорошего, удачи всем нам, мира, любви, благополучия. Всего вам доброго, дорогие друзья. С Новым годом, с Рождеством, удачи!